добрый день новости вокруг конфликта на украине мы стараемся рассматривая его выявить какие-то принципы существования сделать для себя некие умозаключения но они существенно важны помогает острота ситуации она принуждает к размышлению обратимся к самому началу военных действий на украине как сегодня явствует уже российская разведка доносила возможности легкого захвата власти на украине рассказывала показывала что существует множество людей готовых сменить правительство киевское нынешнее на правительство некое про московское можно называть конкретные фамилии можно их опускать они мало интересны важно другое что он совершенно очевидно выводы аналитиков российской разведслужбы были таковы что можно было начинать короткую успешную не кровавую военную операцию свержение правительства зеленского ну нечто подобное свержению альенда в чили в 73 году помните кстати там американцы работали помогали педачету свергнуть социалист альентов многие из нас не скрою этому радовались мне тогда было только 13 лет ну и тоже конечно свои 13 лет тогда я радовался тем что прокоммунистический режим был низвергнут планировали такую военную операцию на украине ограничено думали пойдет все как в крыму думали все пойдет но немножко лучше даже чем в днр лнр в свое время думали получилось все совсем иначе то есть провал катастрофически колоссальный связано ли это с коррупционными разными привычками в российской власти в российской разведке не знаю это не имеет никакого значения факт что люди ответственные за получения информации за знания за аналитику в россии они настолько просчитались что этот позор он будет просто лежать на них но не отмывно на протяжении долгого долга времени как на сталине лежал позор сорок первого года когда разведданные не были приняты в должной мере мы не проводим никаких параллелей между тем временем и нынешним других аспектах мы не пытаемся сравнивать или с отождествлять того лидера и нынешнего лидера они совершенно разные надеюсь это всем понятно мы только берем одну составную а именно провал аналитики провал в понимании того что готовится это можно также сравнивать с провалом американцев в ираке когда по данным цру определенно определенно был убежден президент буш в том что у ирака продолжает развиваться программа производства химического оружия она была там химическое оружие но применялась против кордов и против ирана кстати но американская разведка прохлопала тот момент развития когда садам хусейна прикрыл эту программу вот так получилось неудачно ну и плюс еще уже совсем негодные слухи о связях с адаму хусейна с аль-кайды тут надо отдать должен центральным разведывательным управлением они не говорили об этом уверенно только сообщали что может быть если кто-то кое-где у них порой вот так это звучало все таки так или иначе было принято решение о вторжении в ирак да не просто вторжение они еще распустили армию их аналитика не предупредила белый дом о том что распуск армии может привести к образованию туристических ячейки и аль-кайды и даешь и всего того что последовало то есть еще вам пример громадную совершенно катастрофического провала разведки американской разведки обратите внимание в нынешней ситуации у нас с вами есть основания для каких-то оптимистичных замечаний в адрес американской разведки в связи с тем что они действительно точно указывали на сам факт сам неотвратимости вторжения российского на украину а также достаточно точно упоминали возможные даты да это действительно действительно и похвалу все несомненно что это такое было то есть это был у них какой-то живой источник видим какой-то перехват которую мы не можем подозревать как он происходил и печенье той не не то не важно ясно что технически американцы положили руку на эту информацию точно достаточно точно американцы действительно действительно точно указали и это американская разведка европейская разведка не верила подавляющее большинство людей наверху в россии тоже в это не верили лавров об этом не знал аналитика была совершенно но степь направлена так или иначе американцы правильно на это указали но это не следствие аналитики размышления сопоставления а это хорошая работа не знаем точно какая по сбору информации и все и все а вот дальше задается вопрос а где была американская аналитика как часто очень она оказалась в полном полном безобразным совершенно безобразным состоянии американская аналитика указывала на возможность захвата киева в течение трех-пяти дней об этом говорил майкл морэл крупнейший аналитик церу был заместителем директор возглавлял отдел аналитики сейчас он уже в свободном плавании тем не менее он остается одним из крупнейших мировых аналитиков ну еще 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 придем пример то есть мы видим что тут американские аналитические выводы данные оказались совершенно неправомочной несообразной реальность еще раз опять 25 то есть мало того что они не указали точно на соотношение сил между россией и украиной на возможное развитие событий но они на основании этого принимали решения решения были тоже абсолютно ошибочно они сходили из того что санкции течение короткого срока обрушат российскую экономику привод к внутренним разного рода есть не революционным то эволюционным процессом которые приведут к смене власти в россии они добились обратно не то что российская экономика укрепилась и не то что не сулит им проблемы еще как сулит еще что будет конечно же мы не знаю но мы знаем только что прошло уже почти четыре месяца российская экономика не обрушилась все знают о том что были используем цены на нефть и на газ их рост мы видим что внутри россии протесты идут к затуханию при том что нет никакого восторга там среди мыслящих людей включая тех кто в государственной прессе государственных учреждений и в администрации президента это тоже надо учесть никакого восторга нет по случившемуся и мы можем даже предположить великой долей вероятность что если бы начальника его окружение знали о том что на самом деле происходит на украине наверное они бы выбрали бы иную опцию для действия они специальную военную операцию плавно переходящую в войну наверное они бы выбрали другой какой-то путь надо полагать этот представляется одним из худших не только для украины с точки зрения россии но тем не менее того что американцы наговорили то что их разведка набромотала его ничего не случилось четыре месяца российская экономика существует у них гигантский внутренний запас это понятно это не только природный ресурс но и вообще возможности связанные с хозяйством с многим другим да не ясно как будут летать самолеты через года непонятно каких автомобилях они будут ездить электроника и многое другое ну что-то удастся конечно притащить но все их возможности будут ограничены в этом и кризис какой-то он неизбежен но это же делалось не для того чтобы как-то привести к каменному веку жизнь российских граждан для того чтобы ослабить власть российской то не произошло то есть вместо того чтобы не знаю что они могли бы делать а наверно они могли бы американцы не забрать им давай час идеи но самого начала например поставлять оружие чтобы что может более естественно исходя из их понимания ситуации они пошли по пути санкции ударили по российским развитым особенно слоям населения кто-то уехал конечно но даже уехавшим что с ними сделали их отключили от банковской системы вы помните уехали люди быстренько сразу же но кто в прибалтику кто в грузию кто в армению кто оттуда в египет даже подавался в турцию куда только не ехали куда могли туда ехали кипр а приехали они сами карточками банковскими альфа-банка например бербанка потом им эти карточки отключили людям которые решили не быть частью россии в это время специальной военной операции то есть таких примеров можно еще множество приводить насколько несуразно неуместно и сейчас привели себя сами к тому положению уже дел когда многие на европе начинают говорить о том что эти санкции вообще-то нам не нужны а польза какая от них польза какая от них тоже непонятно это же все на основе аналитики разведсообщества аналитики это те которые должны быть самыми умными они действительно умнее профессора в университете как вы понимаете профессора в университете вообще сегодня она способна только не знаю через микроскоп на что-то смотреть и говорить о том что есть еще там какая-то тайная клетка и тайное что-то никаких выводов обобщенных они делать не могут они идут пути разрозненности раздрая от них и не ждешь ничего разведсообщества тем более американская или российская тоже кстати должно быть тут мне скажут я этим как бы в израиль выделяю у израиля тоже были ошибки я не могу вам сказать сейчас вот с точностью что все вот наши наши супер шпионы с мозгами точно указывали на такую тенденцию как неизбежную и приветственную но многие вот это я могу сказать вам соответственностью многие предрекали нам очень хорошую жизнь сектором газа когда шаром принял это бедственное преступное решение об уходе оттуда они говорили сейчас власти придут такие вот люди которые воспользуются своей независимости мы же уходим оттуда они хотят независимости они начнут строить газу мы будем помогать как-то осторожно чтобы не говорили что они про мы будем помогать мы же за гуманитарное благоденствие не успели уйти из газа как власти пришел хамас полетели ракеты чем в таких количествах где дешево израиль уже было выпущено с тех пор множество десятков тысяч ракет вообще и все по мирным объекту разве сообщество израильское считала что так не должно произойти могу по имени назвать нам бывшего главу шабака ави дихтора который тогда проповедовал нам сладострастно прямо некое прекрасное будущее с сектором газа но не но не не только он то есть это я к тому что все они по одной и той же причине не видят существа все они аналитики разведки которые должны быть самыми умными ошибаются тотально повсеместно постоянно приводят нас к нехорошим результатам почему ответ на этот вопрос понятен люди которые привыкли все дробить на подробности они не способны складывать и для них когда они складывают нету синтеза синтез требует духовного мировосприятия есть синкретизм то есть есть одно за другим нагромождение когда вот в одну мусорную яму сваливают все что угодно там книги достоевского пелевина прилепина можно туда же не готова туда же а там же весь американский мусор современная который выходит бестселлерами маринина тут там же то есть вот все вместе как-то да но не рассортирована николи никак одна страна да другая страна что они обязательно обязательно всегда склоняются к некому благолепному сценарию который должен понравиться их президенту в россии наверное пуще чем где бы то ни было но не только в россии вот в пору иракской войны цру еще как они подыгрывали бушу младшему в израиле они еще как подыгрывали шаром когда он занимался преступным выводом войск израиля из газа приведшим к стольким тысячам жизни кстати там и у нас тоже у нас не тысячам а сотням тем не менее десятки тысяч ракеты да есть у нас за эти годы сотни погибших а там много тысяч израильской ответной военной операции они приводили к тому что гибли там не только террористы вы это понимаете бы там ну уж простите город когда из больницы стреляют отвечают по огневой точке если там гибнут не только террористы то да и так она была и так она и будет и если бы не вывели оттуда войска то понятно что ничего бы похожего не было но мы сейчас не для того чтобы осуждать покойного арея шаром что несущественное вы знаете я сейчас скажу что необходимо духовное восприятие мира изучение законов мироздания я это скажу и конечно да я я это скажу понимание как мир устроен как мир сотворен как из бесконечного непостижимого божественно произошел наш мир плотный материал материальные законами природы музыки искусства политики закон истории все скажу сказав это вы не зададите вопрос эске ведь ты сам не чуял возможности специальной военной операции я был одним из тех кто был внутренне убежден в невозможности такого сокрушительного для россии прежде что самой в данном контексте сценарию но это правда что отсюда следует ровно ничего мы с вами обсуждаем ведь невозможность предугадывать события мы с вами обсуждаем невозможность быть неким гороскопом для того или иного политического деятеля и этих претензий нет есть претензия только на то что да при изучении законов мироздания ты приходишь к целостному пониманию того как строить следует как как следует строить взаимоотношения между государством между народами и поэтому вопроса можем очень много чего сказать о том как встреча должна быть не внизу где болельщики футбольные начинают мутузить друг друга сайте не только российские не столько российской английский увлекаются этим это не афро англичане вполне себе бледнолицы англичане то есть освинение скотине она происходит на самых разных уровнях встреча наверху должна встреча наверху вот встреча наверху это то что приводит и только это приводит к мир мир между украина россия произойдет не через победу при украины запрет всего русского культурного это не будет никаким миром ну естественно что специальная военная операция она тоже не мор не могла привести никаким мирным результатом в том виде как она была объявлена как она была понята мы это не обсуждаем естественно все люди которые следят за за событиями они смотрятся сокрушительно сожалением и с горечью на то что происходит с 24 февраля едва ли кто-то может что-то сказать в пользу это другое дело как из этого выходить это не тема нашей нынешней беседы будет следующая ли это беседу или через одну мы должны подвести к тому что необходимы принципы существования необходимы принципы мира сосуществования и это не просто технические хельсинские соглашения живи и живешь это должно быть выверенное преподнесённое видение мира как единая гармония когда весь мир устремлен вверх к достижению творца это источник добродетели это устремленность вверх она источник любви и добродетели без этого все все клубясь исчезает во мгле сказал владимир соловьев но тот который в 19 веке же неподвижно лишь солнце любви он имел ввиду вот это вот солнце выше вот без этого будет продолжаться поход слепых на слепых будут продолжаться осечки крупнейших крупнейших интеллектуальных структур потому что интеллектуальный мир обрушился потому что нет сегодня в мире никакой же серьезной мысли ни философии есть раздробленные попытки хватать какие-то кусочки информации неуклюже их складывать мы сейчас говорим с вами не о научном развитии техническому которого продолжаются мы с вами говорим о понимании мира они изразу раз показывают что не понимают этого мира те кто им правят сегодня они из разу раз показывают что из Иерусалима должно выйти учение из Иерусалима должна выйти тора но не просто из Иерусалима должно быть Слово Господне. Кеми ционта цет урал двар Адунай Мирушалаем. Из Сиона выйдет Тора, из Иерусалима, Слово Господне. Вот это должно быть основополагающее. Не просто зазубрить то, что написано пророка Исаии или Иеремии, хотя это тоже пошло бы на пользу. Поставить это во главу всего. Те люди, которые занимаются аналитикой, у них во главе всего, удовлетворение массы своих шудр, вот этих вот, которые хотят лучше жить, хотят больше кушать, как будто им сегодня мало. Они все равно под этим влиянием. Они все равно говорят о том, как баланс общественный сохранить. Не то, что мы с вами тут революционно настроены, но не это высший смысл. Не это высший смысл. Они все подчинены разного рода низким идеям. И российская аналитика, плюс еще там особая коррупция. И американская. И в Израиле тоже мы найдем это. Может быть, чуть в меньшей степени, потому что мы меньше, и у нас как бы легче быть точными, имея дело с нашими соседями. В тактическом смысле определенно. В стратегическом много также неясности и шероховатости в израильском видении. Примером тому это и Ословские соглашения, и Шарон, и многое из того, что делал Натаньяо тоже. А нынешнее правительство, оно вроде бы не так все плохо, но с другой стороны... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какое позорище. Вся эта демократия. Отвлеклись. Увлекаемся тем, что требуемо. Мы начали с обсуждения аналитики разведсообщества. Аналитика потерпела крах, потому что это светская аналитика. Потому что это часть вот этого множественного, этого плюралистичного они мыслят разрозненно обрывчато требуется синтез понимания мира и для нахождения мира между украиной и россии тоже необходим был бы синтез синтез не достигается полной ложи с одной стороны подстрекать там победе любой ценой данной ситуации с другой стороны это не достигается такой методика это война побуждает нас к началу серьезные мысли духовной мысли так чтобы идти к синтезу к пониманию примирению тогда а не к дроблению озлоблению и деградацию я думаю что вы со мной согласны